Киев сегодня прощается с блаженнейшим Любомиром Гузером. С самого утра сотни киевлян, гости столицы, десятки политиков идут в Патриарший собор Воскресения Христова. Там сейчас находится моя коллега Елена Зорина, она с нами на прямой связи. Елена, здравствуй, я передаю тебе слово. Наташа, приветствую. Весь день сегодня в Патриаршем соборе Воскресения Христова прощаются с блаженнейшим Любомиром Гузером. Его тело привезли в Киев накануне вечером, весь день, начиная с самого утра, здесь в храме проходят литургии. На службе присутствовал патриарх Киевский Филарет, ну а к вечеру попрощаться с блаженнейшим приехали. И первые лица государства, это президент, премьер, члены правительства, нардепы. Ну и вот, что сказал Петр Порошенко. Для каждого он находил абсолютно уникальные слова. И многодинные встречи, и разговоры с ним заряджали, незважившись на внешнюю немедленность, твердым оптимизмом. Я твердо верю, что сейчас, когда он пришел к Господу, его молитва за Украину, за украинский народ, за наше будущее, будет еще более сильной. Ну и хочу сказать, что желающих попрощаться с блаженнейшим Любомиром Гузером очень много. Возле церкви и внутри огромная очередь. В ней стоят не только обычные украинцы, но и знаменитости, такие, как, к примеру, фронтмен группы Океан Эльзы, Святослава Корчук. И вот, что говорят люди. Я запомнила его очень доброю, человеком, настоящим пастером Господнем. Я всегда знала, что это человек от Бога. Нам очень сложно быть без него. Это мой духовный наставник. Я очень сумму. Я имею его книжки, читаю каждый день. И да, его замены ему действительно нет. Очень светлой человек, очень гордой человек, таким батьковским. А уже завтра в этом соборе начнется траурная литургия во дворе храма. Блаженнейший будет и погребен в крипте. Это специальная усыпальница. Она была спроектирована тут давно, но последние отделочные работы заканчивают только сейчас. Любомир Гузер, напомню, ушел из жизни в среду. Ему было 84 года. И он был известен не только как предстоятель украинской греко-католической церкви, кандидат на папский престол, но и как нравственный авторитет среди украинцев. Наташа. Спасибо, Лена. Елена Зорина о прощании с Любомиром Гузером в столице.